Вот у нас фискальный регистратор, где при покупке у нас выходят чеки, и вот чеки такие, где вот у нас написано всё. Вот такая новинка появилась в кафе ещё перед Новым годом. Руководство предприятия питания, зная о изменениях в законодательстве, обеспокоилось заранее, как будут работать с 1 января 2017-го, и приобрело кассовый аппарат последнего поколения. Сюда входит сам кассовый аппарат, к нему ещё обязательно надо фискальный регистратор, сканер и ещё плюс дополнительно компьютер, куда ставится программа, чтобы связь была компьютера с кассовой техникой. Эта же специальная программа передаёт информацию о каждом пробитом чеке в налоговую инспекцию. Таким образом, все продажи становятся ещё более прозрачными. С 1 июля, соответственно, все, кто работает в рамках ООО, АО, соответственно, юридических лиц, им будет запрещено пользоваться той старой техникой контрольной, и вся контрольная техника будет работать с новыми фискальными накопителями, которые в режиме онлайн будут передавать продажи. Соответственно, налоговая будет видеть всё то, что продаётся и реализуется либо в сетях, либо в общепите, либо на каких-нибудь заправках, в рочных продажах. Налоговая будет видеть это всё в онлайн-режиме. По данным областного министерства потребительского рынка, на территории Подмосковья зарегистрированы свыше 50 тысяч единиц контрольно-кассовых аппаратов. На сегодняшний день чуть меньше 10% организаций установили новую технику. В мытищах добросовестных предпринимателей чуть больше, чем в среднем по региону. Очень многие предприятия уже начинают заказывать это оборудование, чтобы избежать какого-то ажиотажа перед первым июлем. Так, где-то уже порядка, наверное, процентов 15 уже, наверное, подключаются. Это также автозаправочные станции подключились, сетевые магазины, магнит, пятёрочка тоже уже налаживают это оборудование. В некоторых уже оно работает. Региональные и муниципальные власти рекомендуют не затягивать со сменой кассовых аппаратов. Даже готовы проконсультировать по всем вопросам. До 1 июля остаётся меньше полугода. Да, придётся потратиться на новое оборудование, но и штрафы вам тогда не грозят. Юлия Федориненко, Андрей Капустин. Информационная программа «День».